здравствуйте друзья вот в декабре у нас будет десятилетие канала а если мы посмотрим на ноябрь то в ноябре у нас годовщина приезда в соединенные штаты мы приехали точнее может сказать приехали выехали из москвы это было вылетели 22 ноября 1990 года и соответственно сколько тут лет получается 28 до 28 лет назад вот годовщина будет ровно через неделю значит ровно через неделю будет 28 лет как мы со светланой оказались соединенных штатах и надо сказать что не случайным образом получилось так что улетали мы в тот самый день когда у нас было 15 годовщина свадьбы в семьдесят пятом году представляете друзья кто из вас был уже искать на свете кто из вас родился до семьдесят пятого года но очень а вы а мы все в пятом году поженились 22 ноября значит нас расписали в загсе калининского района города москвы и соответственно когда светлана брала билеты на перелет соединенные штаты там было несколько дат и увидев что там есть 22 ноября она сказала вот хочу на этот день ну да так вот так вот получилось вообще сегодня глядя на 28 лет назад начинаешь понимать как много всего изменилось в отечестве потому что то как мы уезжали покупали билеты меняли валюту вот если сейчас я такое расскажу вы скажете какая-то фантастика потому что в природе так не бывает вот а с нами это было и я помню сейчас как наяву вот например я вам расскажу в то время нужно было менять денежки в специальном пункте один единственный пункт был в москве где можно было это сделать точнее там для поездки в соц страны там была одна . для там можете еще чего другая а вот конкретно на доллары там фунты и так далее было место одно и не тоже там каждый мог поменять я вас умоляю это нужно иметь было повод потому что за обладание валютой сажали в тюрьму так на хороший срок то есть человек простой человек не мог иметь валюту это было абсолютно незаконным владение валютой было незаконно вот как тебя допустим там с пистолетом поймали да вот то же самое там с десяткой долларов и вот а тоже интересный момент правда у государства была монополия на торговлю валюты если вы например где-то за границей получили валюту вы должны были приехать в советский союз сдать валюту и получить там такие специальные сертификаты были которые были эквивалентом валюты и вы могли на эти сертификаты пойти в специальный валютный магазин ну иностранцы в валютном магазине рассчитывались валютой а советские граждане у которых было были вот эти сертификаты эквиваленты валюты вот они могли что-то такое там приобрести. Вот на манер торксинов, если вы знаете, что такое торксин, то есть торговля с иностранцами, но там, в принципе, это в 30-е годы было популярно, в 40-е, там люди просто кусочки золота приносили, там какие-нибудь цепочки резали, там, или какую-нибудь ювелирку, ее как лом брали, навес, и вот, как бы, вместо валюты. Так вот, были вот эти магазины, березка они назывались, и там можно было отоварить, а так, в принципе, валюты ни у кого не было. И если у тебя есть повод, а у нас поводом был выезд на ПМЖ, то ты мог определенную сумму обменять на доллары. Раньше доллары шли по цене что-нибудь 60 копеек за доллар. Это был установленный коммунистами курс, вот из каких соображений они его установили, я не знаю, но, в принципе, это не имело никакого значения для граждан, да, ну просто вот, потому что рынка-то не было, вот некий установленный курс. Потом из каких-то своих соображений они поменяли этот курс незадолго до того, как нам менять, понимаете, они поменяли, и стало уже не 60 копеек, а типа, там, 6 рублей за доллар. Но в это время уже был рынок такой, черный, валютный, и, например, на момент нашего отъезда доллар меняли на 20 рублей. А тут все-таки можно было по 6. И не нужно объяснять, откуда доллар, вот у тебя справка есть, там все. Сумма, которую можно было обменять, я в рублях сейчас не помню, но можно посчитать, а в долларах это было 152 доллара, вот это я помню. Значит, можно было обменять на 152 доллара, ну, там, грубо говоря, тысячу рублей на 152 доллара. Ну, и проблема была в том, что в этом обменном пункте была большая очередь. Вот мы туда приходили, это где-то там вот в переулках у Садового кольца, не помню уже, где это было, мы туда приходили, и там стояла длинная очередь. Там еще отмечались люди, соответственно, они отмечались, но ежедневно пропускали сколько-то человек, то есть проблема еще была в том, что нельзя было стоять-стоять и получить, а можно было в день вот там сколько-то, я не помню, сколько они там пропускали, там 30-50, не могу сказать. Мы записались в эту очередь, и очередь двигалась до определенного момента, в основном двигалась за счет того, что люди не приходили на перекличку, а додвинувшись до какой-то точки, она перестала двигаться. Аналогичная история была с очередью для приобретения билетов у метропарк культуры, там на набережной, там где-то пройти немножко, 5 минут, значит, там тоже была касса такая для полетов за рубеж, и вот там тоже очередь не двигалась, и ту, и другую очередь держали какие-то люди, но если валютную держали откровенные бандиты, то очередь, а это такое время было без власти, знаете, то есть как бы советская власть есть еще, но как-то она не функционирует, только вот на взятках там такой вот был интересный момент, так вот, просто откровенные уголовники держали валютную очередь, а там я не знаю, какой-то дядька там пожилой армянин, значит, он там типа списки держал, но пара знакомых наших говорили, что вот они там ему проплатили, и он их там в тот же день пропустил, якобы они были в очереди, то есть очередь начиная с какого-то момента двигалась только на тех, кто проплатил, потому что там не было много вакансий в той очереди, в смысле обслуживали мало народу в день, и тут нам рассказали, я помню, как-то вот мы пришли отмечаться, и там сказали, что через три дня из этого пункта обменного переходит там еще куда-то на Калининском проспекте, там есть какая-то точка, вот на Калининском проспекте, и значит, мы думаем, ну раз такое дело, это через три дня, мы тогда пойдем, займем очередь, там еще никто не будет, ну, как бы, нам мешать, вот, и мы, значит, никаких бандитов там не будет, мы встанем, получим свой день, и собралась такая, в общем, толпа человек 20, парней, вот я в том числе, а ехали тогда люди, ну, скажем так, из этих 20 человек парней, значит, там 19, ехали либо в Израиль, либо в США, вот как-то так получалось, короче, встали мы там, значит, создали очередь, там список завели, а, значит, прохладно было, февраль, что ли, я не помню, нет, не февраль, я извиняюсь, нет, ноябрь, да, это был ноябрь, первые числа ноября, но довольно прохладно было, и вот, и мысль была такая, что надо всю ночь стоять, чтобы с утра уже как откроется, уже сразу и пройти, но мы там себе стояли, а тут, значит, начали проявляться те люди, которые держали очередь, они не могли отойти, потому что они отрабатывали свои бабки там, а дальше они двинулись на следующий день туда к нам, где мы уже держали оборону, и вдруг обнаружили, что там какие-то люди стоят, а у меня был такой, знаете, солдатский тулуп, ну, как серьезный, с таким покрытием, это не была кожа, это был такой дермантин, но такой мощный такой, тулуп мощнейший, шапка-ушанка какая-то была, не помню, холодно, ну, я там стоял, и они подумали, что я какой-то тоже вот бандит, и там что-то такое, и пытались вступить со мной в переговоры, там типа что-то, да, но когда до них дошло, что мы не бандиты, и держать очередь не собираемся, а просто хотим свои бабки получить, они совершенно успокоились, и как-то так видно было, что у них облегчение на душе, да, всю ночь мы там простояли, ну, я машину свою подогнал, у меня был тогда автомобиль уже, я ее подогнал, и так вот поставил возле этого отделения банка, прямо на Калининском, Светлана, вызвонила милицию, и говорит, мужики, говорит, такое дело, как бы там до смертоубийства не дошло, ну, и милиция говорит, ну, обычно, говорит, мы выезжаем, когда уже трупы есть, если трупов нет, так чего же нам, она говорит, ну, так послушайте, говорит, вы же так, что же нехорошо, там все-таки люди стоят, и муж мой, в общем, короче, милиция, надо сказать, проявила солидарность, и каждые два часа, они проезжали мимо, подъезжали, подходили, говорят, там все живы, там никто ничего, мы говорим, живы, они говорят, ну, давайте, мы пошли по дворам, ну, какие там дворы есть, но вот по каким-то дворам мы пошли, нашли какие-то металлические такие изгороди, ну, они на ножках так стоят, в общем, для создания очередей, не то, что там какую-то оборону держать, но какие-то вот изгороди, вот, и мы этих изгородей там понаносили откуда-то, я не знаю, и какой-то проволокой их связали, чтобы так просто не разобрать, и в общем выстроили такой как бы коридор, и все это, друзья, чтобы поменять там несчастные 152 доллара на рыло, да, и в общем было ощущение, что небезопасно, но, знаете, молодость как-то тянула на подвиги, я даже не знаю, в общем, так вот мы меняли свои 456 долларов на троих, чтобы потом с ними уехать, и вот все, все было связано с приключениями, а, например, билет на самолет, тоже там очередь встала на парке культуры, она не двигалась никуда, а нам же все-таки уезжать надо, и, ну, что делать, а у меня в это время был такой, ну, как бы кооператив, хотя по статусу это не, это не был кооператив, там по-другому называлось, но не важно, смысл, смысл в этом, и у меня была печать своя собственная, там я в кармане носил, вот, и для бланка, и так, для подписи, там две печати у меня было, короче, я взял, написал письмо о том, что вот от предприятия наше, что Чита Портновых отправляется в командировку в Соединенные Штаты, и Светлана подвинулась в кассу для командировочных, для командировочных отдельная была касса, она работала по субботам тоже, но надо сказать, что люди командированные не ходили покупать билеты по субботам, они ходили в рабочее время, и в рабочие дни там была довольно большая очередь, было не подступиться, но в субботу там не было практически никого, короче, Светлана узнала цену, ей говорят, оплачивать будете через, ну, по безналичному расчету, через Сберкас, значит она пошла со счета нашего учреждения, это называлось, учреждение называлось научно-методическое объединение непрерывное образование, вот чтоб вам мало не показалось, научно-методическое объединение непрерывное образование, И вот мы со счета этого объединения заплатили, там сколько стоило, оно недорого стоило, вот, и у нас была платежка. Вот с этой платежкой в субботу Светлана отправилась в кассу. Там было три человека до нее, значит, ну, естественно, оплатила она в один конец. Что нам обратно, это сами понимаете. Оплатила она, значит, три билета в один конец, дает платежку и говорит, вот нам три билета. И работник, который там был, значит, он никак не мог понять с суммой, он говорит, это недостаточно денег. А он говорит, ну как недостаточно, вот вы же мне дали, там посчитали, вот и все. И у него заняло некоторое время понять, что билеты в одну сторону. И он говорит, что же вы в одну сторону, вот, надо берите сразу в две. Это же дешевле, это же проще, там, ну, сюда. И Света ему говорит, а нам-то какое дело, компания, контора платит, что мы должны еще за нее, за ее бабки беспокоить. В общем, ей говорят, ну, хорошо, говорят ей, и вот есть билеты на такое число, на такое и на такое. Это был рейс аэрофлотом, Москва-Нью-Йорк. Он тогда летел с двумя посадками. Одна посадка у него была в аэропорту Шеннон в Ирландии. А другая посадка была в Канаде, на острове Ньюфаундленд. Я уж не помню, как там этот аэропорт называется. Вот там. Ну и, короче, вот так, они тогда не могли так далеко летать без дозаправок. Там было две дозаправки. Ну и вот взяли мы этот билет. И тут у нас новая головная боль возникла, потому что в паспорте-то у нас стоит, что мы на ПМЖ. А в билете написано, что оплата по безналичному расчету. Ну и как бы, ну, некоторые, так сказать, неувязочка. Неувязочка. Мы думаем, вот нам глянут, и как нам скажут, что что это мы тут вот хитрим, там обманули кого может, или еще чего-то. В общем, какой-то такой был напряг. Но, когда мы уже проходили весь этот процесс, там оказалось, что три этапа. Этап первый. Тебя шмонают. Ну, в смысле, багаж проверяют. И им для этого достаточно только билета. То есть ты говоришь, вот у меня билет на самолет. И они на основании того, что у тебя есть билет, они проводят досмотр багажа. Потом там был какой-то этап. Следующий этап, они чего-то там, боюсь соврать, но что-то они там еще проверяли. А третий этап, это уже был пограничный контроль. То есть, получается так, пограничник смотрит на то, что у тебя есть выездная виза. Тогда же выездные визы были. Друзья, еще элемент интересный. Нельзя было выехать без того, чтобы получить выездную визу. Это отдельная история. Так вот, пограничник смотрит на выездную визу. Значит, тот, который шмонает, смотрит на то, что у тебя билет на это время. И никто из них не смотрел на все три сразу. То есть, может быть, им, конечно, и дела не было. То есть, я понимаю, что... Сейчас я уже задним числом думаю, что им было совершенно пофиг, как ты платишь там за билет и по какому вопросу ты едешь. Но, тем не менее. А у меня был такой, знаете, партийный плащ. Отец мой, поскольку был военнослужащим, но ему находил в гражданском, то ему выдавали не раз в два года форму военную, а ему выдавали раз в два года гражданскую. И раз в пять лет военную. И, соответственно, с этим у него оставалось... Он брал гражданским. У них был такой магазин свой, где они... Склад такой, где можно было получать одежду гражданскую, военную и так далее. Или одежду, или можно было брать отрезами, потом шить. Не важно. Он взял мне какое-то время, когда я еще служил, он взял мне какой-то красивый финский плащ. Такой обалденный, вот как в Кремле начальники стоят на мавзолее во время демонстрации. Вот такой плащ у меня был. И так я еще был с белым шарфиком, из галстуки. Не знаю, что я в галстуке ехал. Ну, не в костюме, а с галстуком. И они подумали, что у меня дипломатический паспорт. Знаете, и подошли и сказали... Там такой отдельный шмон идет при посадке в самолет, да, значит? И они говорят, если паспорт дипломатический, то мы можем вас не досматривать. Я говорю, да нет, говорю, мы тут по еврейской линии на постоянное место жительства. Они совершенно обалдели, друзья. Вы не писаете. То есть вот... А я тоже удивился, думаю, неужели я так похож на партийного начальника? И все это, или дипломатического, и все это из-за этого партийного плаща. Надо сказать, что партийный плащ где-то у меня еще висит дома. Я... Ей-богу, где-то он сохранился. Я, может быть, специально вам покажу как-нибудь одену партийный плащик наш. Вот так мы и улетели. И могу еще сказать, что все казалось, знаете, что самолет не взлетит. Как-то вот... Как-то не оторвется. Думаю, сейчас вот у трапа нас куда-нибудь заберут в сторону. И вот этот сон у меня был. Четыре месяца подряд. Каждый день. Мне снилось одно и то же, что вот я подхожу к трапу. И тогда не из таких вот кишок выходили в самолет сразу, а так по улице шли, подходили к трапу и там поднимались на них по асфальту, по бетону этого аэропорта. Ну и вот все так вот, что я сейчас подойду, скажут гражданин, на секундочку, раз и повязали. Четыре месяца каждый день один и тот же сон снился. Я когда с людьми разговаривал, там, теми, кто раньше приехал, вот у всех был примерно тот же сон. Так что, друзья, за то, чтобы таких снов больше не было, такой, можно сказать, тост у нас. Счастливо!